МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» в пражской студии Ядина Рааргин. Мы подводим итоги уходящего года и представляем вам самые лучшие репортажи наших собственных корреспондентов, которые вызвали наибольший интерес у наших зрителей и резонанс в соцсетях. И начнем мы с репортажей прошедшего лета. Сегодня в программе. Генералы песчаных пляжей не умеют ни читать, ни писать, деньги распознают по цвету купюр. Жарко, ноги вязнут в песке, хочется пить всегда. Я продаю сладкую вату второй год. Беру один пакет по 7 сомов. Продаю за 20 сомов. В Афганистане тысячи людей пытаются получить документы на выезд из страны. Как живут в Центральной Азии афганские беженцы? Некоторые все же уезжают обратно. Но я боюсь за свою семью и не хочу ехать в Афганистан. А здесь нам не дают гражданство. Россияне умоляют правительство не уничтожать запрещенные западные продукты, а передать их сиротам и старикам. Между тем раздавленные сожжены уже тысячи тонн. Пахнут персиком. Как победить марихуану, когда она везде? В кыргызской деревне Тюб конопля стала местной валютой. Про кыргызские наркотики говорят везде, по всему миру. Кыргызстан – одна из тех стран, где детский труд запрещен, но активно используется. Власти заявляют, что дети выходят на работу добровольно, чтобы помочь своим семьям. Как зарабатывают маленькие граждане этой страны на пляжах Иссыкуля? В репортаже Джебек Бегалеевой. Пляжные селфи, полеты на параплане и другие развлечения. Туристы на Иссыкуле, как правило, видят только одну сторону курорта. Таких детей, как Даниль, торгующих на берегу рыбой, вареной кукурузой или сладкой ватой, отдыхающие словно не замечают. Жарко, ноги вязнут в песке, хочется пить всегда. Я продаю сладкую вату второй год. Беру один пакет по 7 сомов. Продаю за 20 сомов. В среднем зарабатываю за день 130-150 сомов. Это 2-3 доллара. Часть выручки снова отдаю за товар. Вату Даниль покупает у Гульмира. За небольшую плату женщина позволяет ему жить в своей палатке. Мне нетрудно помогать ей. Зато у меня есть некоторые привилегии. Я уже набил руку и считаюсь одним из лучших продавцов. Как раньше, вату уже не ем. Иногда, когда я был голоден, я мог случайно съесть почти всю вату. Сейчас я собираю деньги, чтобы через неделю выплатить кредит, который взяла мама. В 7 утра у палатки начинают собираться дети. За товаром. Каждый шарик из ваты маленькие коммерсанты осматривают очень внимательно. Попадется с мятой или с морщиной – не купят. За привычными хлопотами каждый занят своими, совсем не детскими мыслями. Я решил, что я сам себе куплю тетради и книги. Надо помогать семье. Вначале я стеснялся, молча ходил по пляжам. А сейчас туристы меня часто отгоняют. Говорят, не ори по духам. Все это нужно терпеть, потому что нужны деньги. Байдуэлёд рассказывает, что ребята помладше, иногда забыв про вату, идут купаться. И тогда их товар, конечно, пропадает. Есть среди них и совсем маленькие. Купюры такие малыши различают только по рисунку. Ты раньше продавала вату? Да. Когда первый класс была. Сколько денег заработала? Часть выручки, или в лучшем случае несколько пакетов сладкой ваты, детям приходится отдавать местным ребятам. В некоторых пансионатах даже существует целая система поборов. По этой и другим причинам в этом году правительство Кыргызстана запретило работать детям в курортной зоне. Однако из-за того, что жители региона живут на летние заработки круглый год, не работать малыши просто не могут. По официальной статистике в детский труд вовлечено около 30% несовершеннолетних. По неофициальной – гораздо больше. Им трудно живется, действительно, что они вынуждены уже с такого возраста работать. Они еще должны быть в детстве. Они еще должны отдыхать, ни о чем об этом не думать. Они должны быть беззаботные. Детство должно быть радостное и беззаботное. Играться, развиваться. О том, что можно не работать, Даниэль вспоминает, когда видит своих сверстников. Рассказывает, что когда продаст много сладкой ваты и выплатит кредит, обязательно откроет свой бизнес. И тогда ни ему, ни его больной маме больше не придется работать. Дюбек Бегалиев, Азат Антымаков. Для настоящего времени. Из Кыргызстана. Наш следующий репортаж об афганских беженцах, которым из-за войны пришлось отправиться в Таджикистан. В каких условиях им приходилось строить новую жизнь. Подробности в материале нашего таджикского корреспондента Ануширвона Арипова. Я приехал в Таджикистан из Афганистана четыре года назад вместе с семьей. В надежде на мирную жизнь. Фаим Барути, двое его братьев, женами и детьми, и родители бежали в Таджикистан от войны. Но оказалось, что здесь они никому не нужны. Селиться в крупных городах, где можно найти работу, им запрещает закон республики о беженцах. А там, где им предлагают жить, заняться нечем. Перебивался случайными заработками. Сначала я работал на рынке рикшей. Сегодня вот занялся ремонтом убыли. В таких городках и селах нет работы даже для таджикистанцев, которые в большинстве живут за счет заработков за границей. Чужакам, да еще и без документов, устроиться практически невозможно. Экономическая обстановка в Таджикистане довольно хрупкая. Не только для афганских беженцев, но и для самих таджикистанцев. Как вы знаете, очень много таджиков работает сегодня в России. И из-за падения рубля они возвращаются на родину и ищут работу здесь. Чтобы как-то заработать на хлеб и квартплату, Фаим арендовал небольшой уголок под лестницей у продуктового магазина. Ремонтируя обувь, он в среднем зарабатывает около пяти долларов в день. Столько же в семейный бюджет, которым руководит его сноха Лайло, приносят братья – грузчики на рынке. Наши дети в школу не ходят. Мы не можем себе позволить школьную форму, учебники и канцелярские принадлежности. На завтрак, обед и ужин у нас немного овощей, чай и хлеб, которые печем сами, потому что так дешевле. Чтобы помочь беженцам в Таджикистане, открыли специальные курсы, где их обучают таким профессиям, как электросварщик, автомеханик, повар и швея. Однако трудоустроиться они должны сами. Я работаю у Портнихи в Таджикистане пять лет. У меня уже свои ученики. Могу шить и европейскую, и таджикскую одежду. Все, кто заказывал у меня платье, обязательно приходят снова. Ситори с работой повезло. После курсов для швей, которые женщина закончила с отличием, ей предложили место в ателье рядом с ее домом. Сегодня у Портнихи десятки постоянных клиентов, и она планирует открыть свою собственную мастерскую, набрать персонал и купить новую технику. Но получить патент на свое дело сложно. Если для таджикистанцев он стоит 150, сам они в месяц, то для нас 300. К тому же я уже 4 месяца жду этот патент. Из-за того, что я гражданка Афганистана, процедура очень долгая и тяжелая. Я приехал в Таджикистан, чтобы отсюда уехать к дочери в Германию. Она вышла замуж за немца. Но нам не дали вид на жительство в Европе. Большинство беженцев приезжают в Таджикистан в надежде перебраться в ЕС или Канаду. Но вид на жительство получают далеко не все. Для тех, кто остался, есть только два выхода – вернуться на родину или остаться в Таджикистане. Некоторые все же уезжают обратно. Но я боюсь за свою семью и не хочу ехать в Афганистан. А здесь нам не дают гражданство. Сегодня республика не может решить проблем беженцев из Афганистана. И ситуация вряд ли изменится в ближайшие годы. К тому же не исключено, что в Таджикистан из-за нестабильной обстановки в Исламской Республике может хлынуть новая волна вынужденных переселенцев. Как это было в 2001 и 2002 годах, когда в страну бежали более 12 тысяч человек. Анушер Вонарипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан. Уборка хлопка в Центральной Азии – одна из самых низкооплачиваемых работ. Однако жители добровольно соглашаются на мизерную зарплату, потому что другой работы больше нет. Как проходит хлопкоуборочная кампания в Кыргызстане. Репортажи Аделета Бектурсунова. Над полем боя тишина. В битве с урожай важно уметь не отвлекаться. Если постараться, можно до вечера собрать со всего поля. Хушиде 15 лет. Почти половину своей жизни она провела на поле. Дети на плантациях белого золота – самая дешевая рабочая сила. Сколько вам платят? Я не знаю. Солнце печет. От этого работать на поле труднее вдвойне. Мешок с каждым сорванным плодом становится тяжелее. Руки царапают засохшие растения. На поле вышла вся семья. Сестра, сестренки, дети. В этом году хлопок оценивается дешево, поэтому не можем себе позволить нанять больше рабочих. Собранный урожай взвешивают и расплачиваются на месте. Самые лучшие работники за день могут заработать до 8 долларов. Помимо хлопкового волокна из семян получают масло, а из жмыха – калорийный корм. Получается практически безотходное производство. Безотходный урожай продать по хорошей цене удается не всем. Стоимость снизилась, но от этого хлопка меньше не стало. Мы боимся падения цен. Всего лишняя цена не оправдывает вложенные усилия. Многие боятся прогореть. Фермеров утешает высокий урожай, но его нужно успеть убрать до первого снега. Так что хушида обеспечена работой до самого декабря. Времени много. Со школы ушла, как только закончила 9 классов. Замотанные лица платками помогают защититься от солнца и пыли. Работу на поле уже давно проклинают, но другой здесь нет. Аделет Бектурсонов, Азат Натымаков. В настоящее время Кыргызстан. 12-летний Диас Аубакиров – звезда казахстанского фейсбука. Его имя стало известно, когда в пригороде Алма-Аты в конце лета сошел сель. Диас с друзьями сразу отправился на помощь пострадавшим. Наш казахстанский корреспондент Дмитрий Беляков снял репортаж о маленьком герое. Адель, понимаешь? 12-летний парнишка Диас Аубакиров, или как его зовут волонтеры, Медвежонок – личность, узнаваемая уже далеко за пределами алматинского Карагайлы. Сразу же после того, как на поселок сошел сель, он с группой подростков начал помогать карагалинцам. В любой точке поселка можно встретить медвежонка, несущего воду или помогающего убирать дворы. Волонтеры подсказали Диасу открыть свой профиль в фейсбуке, и количество его подписчиков растет быстрыми темпами. В основном в профиле слова благодарности и комплименты. Но есть и такие пользователи, кто злословит или даже оскорбляет медвежонка. Диас относится к этой стороне славы по-взрослому. Я им ничего не говорю, я промолчу. Они не смогли добиться своего, и это не могут видеть от меня. Помимо Диаса, приглянувшегося в первые дни журналистам, волонтерам помогают еще около трех десятков местных ребятишек. 13-летний школьник Нур-Ахун Халим-Сапиев трудится в штабе с первого дня. Парнишка входит в число тех, кого волонтеры называют навигаторами, и без кого не обходится ни одна раздача продуктов населению. Навигатор, улицы все подсказывают. Что такое навигатор? Это, знаете, улица. Покажешь, куда ехать? Прямо домой заходите и кормите их. На кухню пойдешь, на кухню тоже еду возьмешь. Уже. Отсортированная помощь загружается в грузовые автомобили, присланные крупными предпринимателями и внедорожники волонтеров. 10 литров воды на один дом, сухпайок, горячий обед и ужин. Посадив в кабину навигатора из местных ребятишек, сотрудники красного полумесяца едут в наиболее пострадавшие от селя районы. Гуглитарная помощь. Услышав знакомые призывы, люди быстро собираются у машины волонтеров. Первая просьба всегда – вода. Так как поселок после ЧАЭС отключен от света, газа и воды, актуально и горячее питание. Семьям с маленькими детьми раздаются также памперсы и предметы личной гигиены. Несмотря на то, что прошло 6 дней после селя, дома многих жителей до сих пор в плачевном состоянии. Там вонится, мы даже на улице не можем ходить к лучшему. Потому что там воняет, грязь. Семья Марины Костериной была вынуждена покинуть дом и переехать к родственникам. Она говорит, что в ее доме до сих пор более 20 сантиметров грязи и ила. Раньше этот участок поселка был дачным садоводством. Но не так давно людям разрешили переделывать документы под ИЖС. Марина возмущена официальными комментариями властей, что некоторые постройки незаконно находятся в водоохранной зоне. И их владельцы не получат никаких компенсаций. У нас госакт есть. Мы его получили буквально на прошлой неделе. Этот госакт. То есть, когда мы оформляли, это все было законно. А теперь они говорят, что это незаконно. Штаб волонтеров в пострадавшем отселе Алматинском Карагайлы расположен в просторном помещении местного кафе. Здесь собирается гуманитарная помощь. Сюда стекаются алматинцы, желающие помочь. Им находят место на кухне, складе или отправляют развозить пайки населению. Продукты, воду и предметы первой необходимости распределяют сотрудники казахстанского общества Красного полумесяца. Их около 10 человек. Логист общества Руслан Хрущев подчеркивает, львиная доля пожертвований привезена частными лицами. Зачастую те, кто привозят продукты или вещи, остаются помогать волонтерам на кухне или на сортировке. Большая часть волонтеров приезжает в поселок благодаря социальным сетям. Именно по фейсбуку очень много волонтеров приходят. И я вам точно скажу, мой телефон находится в фейсбуке, как горячая линия. Из 100%, 90% говорят, что нашли в фейсбуке именно нас. Один из таких алматинцев Вячеслав Солнцев. Его знакомые проживают в Карагайлы и пострадали от селя. После того, как он помог им вычистить двор и дом, Вячеслав решил, что должен сделать что-то и для остальных жителей поселка. С семьей поговорили, решили поучаствовать в помощи другим людям. А откуда узнали? Где больше всего информации? Где можно прочитать? Из уст человеческих. Передают? Да. В фейсбук, ватсап. А то, что по телевизору пока смешно просто. В наиболее пострадавшей части поселка на улицах возле речки работы кипят до сих пор. Сотрудники коммунальных служб, солдаты и курсанты вычерпывают грязную жижу из домов и дворов. Здесь наиболее отчетливо видны масштабы бедствия и понятно, что для их устранения потребуется еще не одна неделя. Очень необычно видеть на фоне бульдозеров и тракторов маленький пежот с рубкой девушкой за рулем. Лейла Косыманова, одна из активных волонтеров, развозит на своей машине продукты и воду пострадавшим. Я думаю, что если бы не фейсбук, никто бы об этом не знал, честно, потому что СМИ молчали. Я не понимаю, почему мы СМИ молчали бедные вообще. Они говорили, что в районе сошел всех, жертв нет, все. Но были же другие моменты. Самая большая проблема сегодня заключается в том, что вместе с потоками воды во дворы и дома принесло содержимое септиков, трупы скота и домашних животных. После того, как грязь и ил будут убраны, потребуется санитарная обработка. Возможно, какие-то постройки даже придется снести. На этом фоне официальная компенсация от государства в 200 тысяч тенге, это чуть более тысячи долларов, выглядит несущественно. Сейчас все в том же фейсбуке производится сбор средств для жителей Карагайлы. Но, скорее всего, эти деньги будут потрачены на продукты и наем рабочей силы, когда активность алматинских волонтеров пойдет на спад. Медвежонок и его друзья говорят, что они будут помогать до тех пор, пока не будут устранены все последствия селя. Им, в отличие от других волонтеров, уехать никак нельзя. Этот поселок для них дом. Дмитрий Беляков, Павел Ангельгард. Настоящее время. Далее в программе. Россияне умоляют правительство не уничтожать запрещенные западные продукты, а передать их сиротам и старикам. Между тем, раздавленные сожжены уже тысячи тонн. Пахнут персиком. Как победить марихуану, когда она везде? В кыргызской деревне Тюбк конопля стала местной валютой. Про кыргызские наркотики говорят везде, по всему миру. После введения в Россию санкций на продукты импортного производства, власти страны стали демонстративно их уничтожать. Как жители Смоленской области обошли продовольственные санкции? В репортаже у российского корреспондента нашей программы Вадима Кондакова. Над мусорным полигоном Гусина стоит густой сладкий запах. Непривычный и невероятный для этих мест. Запах десятков тонн специально раздавленных свежих нектаринов. Сюда слетелись мухи, кажется, со всей Смоленской области, чтобы отведать то, от чего отказались люди. Вон там песики. Здесь песики. Запретные плоды привезли неожиданно, рассказывает нам сторож Наталья. Ящики с фруктами выкидывали из машин и давили старым бульдозером. Но кое-что все-таки уцелело. Они хорошие были, персики. Но пахнет персиком. Пахнет просто вкус хорошего свежего персика. Даже когда стоишь в этой гигантской чаше с фруктовым пюре, все еще не верится, что свежие продукты уничтожали не по какой-то страшной ошибке, а специально. И полиция с прокуратурой здесь дежурили, чтобы не дать местным растащить запрещенку. Ну, я сказала, прокурорщик, отдайте дом престарелых. Детям-инвалидам. Бездеты, ну, есть. Не положено. Но как только власти уехали, на свалке началось несанкционированное мероприятие. Фрукты, что не додавил своими гусеницами бульдозер, мешками растаскивали по окрестным деревням. Люди все хапали туда везли. Там были хорошие. Они в ящиках у черных прямо дарили по черному. Никто теперь, конечно, не признается в сборе фруктов на свалке. Но зато в селе Гусино новость об уничтожении продуктов готовы обсуждать даже дети, которые убеждены в коварстве иностранных фермеров. Ну, кто знает, что у них добавляют. Не знаешь, что их пропустили на таможне? Не пропустили. О том, что нужно было делать с нектаринами, отловленными таможней в 20 километрах отсюда, спорят даже в семьях. Единого мнения нет. Зато вывод почти всегда один и тот же. Власть лучше знает, что и где давить. Ну, это же не мы решаем. Ну, что вы пришли, у нас просто? Это же надо, конечно, в администрации там. Кто уничтожает? Не делайте. Одну. Мы маленькие люди. Что мы? Ну, ничего. Из запрещенных заморских нектаринов, говорят, здесь уже начали гнать самогонку. Они такие сладкие, что сахар не нужен. И это для многих, похоже, гораздо важнее, чем официальные запреты и санкции. Все равно люди поедят. Там соберут, кто ходит туда обычно. Соберут и поедят эти перстники. К Наталье, сторожу гусинской свалки, теперь приходят не с мусором, а за мусором. И словно в магазине спрашивают, не завезли ли еще чего-нибудь. Вчера пришли дать катушки. Какой катушки? У меня катушки нет. Еще наверняка не был съеден последний санкционный персик, как по округе уже поползли слухи. Скоро сюда опять привезут арестованные продукты из Европы. Аж целых 8 грузовых фур. И у сторожа Натальи вскоре, кажется, вновь будут горячие деньки. Вадим Кондаков, Станислав Феофанов. Настоящее время. В кыргызском селе Тюб Коробок Гашиша заменил деньги. Им можно расплатиться в магазине и даже на свадьбу в качестве подарка принести. Дикая конопля растет практически в каждом огороде. Наш корреспондент Дюбек Бегалеева побывала в селе, где деньги имеют специфический запах. Назад! Назад руки! Лежать! Руки! Вторую! Это кадры очередного задержания наркоторговцев в Кыргызстане. Два предприимчивых гражданина прямо у себя на даче изготавливали и продавали гашиш. А это уже другой район Чуйской области. Молодые люди жили в палатке и якобы присматривали за кукурузой. На деле среди зарослей злака фермеры выращивали коноплю. Ухоженные грядки с каннабисом занимали несколько сот гектаров. В этом году из-за небывалой жары сезон сбора урожая конопли начался раньше обычного. Несмотря на то, что правоохранительные органы время от времени устраивают показательные искашивания, найти конопляные плантации в республике не составит труда. Ростки конописа можно увидеть даже напротив здания администрации президента. Про кыргызские наркотики говорят везде, по всему миру. Я сейчас говорить не буду о том, что это наркотик, каким образом они являются качественными, а потому что это будет как реклама для молодежи. Наркотик – это и есть наркотик. В рекламе чуйская или сыкульская трава точно не нуждаются. Знающие туристы всегда в курсе, где можно разжиться запрещенной зеленью. Совсем недалеко от Иссыкуля – знаменитое село Тюб. Именно здесь собирают львиную долю наркотиков растительного происхождения, производимого в Кыргызстане. Они уже друг с другом, как место денег, вместо чем они с ним рассчитывались. С чем рассчитывались? Ну, с анашой, с коробами, торговлю, магазинами. Анаша до недавних пор была в селе своеобразной денежной единицей. Коробком гашиша можно было и в магазине расплатиться, и на свадьбу в качестве подарка понести. Местные жители по секрету рассказывают – нет-нет, иногда кто-нибудь предлагает отдать долг анашой. Каждый третий человек уже с села занимался этими. Но сейчас не так уж. Сейчас только некоторые занимаются. Однако до сих пор купить наркотик в селе несложно, даже посторонним. Сколько стоит? Три тысячи. Нормальный? Выражая этого года. Впрочем, это и неудивительно. Дикорастущие конопли в деревне полным-полно. Во дворах и огородах и сыкульцев сорная трава растет сама по себе. Каждую неделю милиционеры обходят дома и следят за тем, чтобы сорняк своевременно скашивали. Конопли вон там, в конце огорода надо скасить. Среди местных жителей 50% увлекается наркотическими средствами. Время от времени в стране предлагают снова легализовать производство каннабиса. Дело в том, что в советский период почти каждый колхоз в Кыргызской СССР засевал около 500 гектаров индийской конопли. Впрочем, идею кыргызстанцы так и не поддержали. Ведь и без этого за полгода конфисковали более 20 тонн различных наркотиков. Включая такие тяжелые, как героин. Джубек Бегалиева, Азат Антумаков. Настоящее время. Бишкек, Кыргызстан. Мы подводим итоги уходящего года. Сегодня мы показали самые популярные репортажи лета. Все наши выпуски вы можете увидеть на сайте коронтайм.тв. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин